Ну, я думаю, что у вас такой уникальный вопрос сейчас. А вообще, ну вот, а кто это все судить-то будет, как говорится? А судей кто? Да-да-да. Я вам хочу представить уникального человека. Я думаю, что вы все его прекрасно знаете. Его уникальный голос просто, по-моему, знаком каждому. Его уникальные автомобили. Его уникальные автомобили. Он уникум нашего времени. Аркадий Сереграццо! Потому что я плейл Крю. Я здесь. Я надеюсь, меня видно, потому что я на самом деле... Он является также непредызвестным пилотом. Да, двукратный чемпион Белоруссии. Серебряный призер РДС Гран-при. Чепа, друзья мои. Алексей Головня! Ваши аплодисменты! Да, мы сейчас ожидаем как раз-таки со связью с судьями. Я думаю, что они вам в более подробном рассказе... Смогут рассказать, что будет происходить сегодня. Потому что оно действительно абсолютно разное. Для личного зачета и для парного... Для командного зачета. У нас сегодня не будет никаких квалификаций. Ничего не будет. У нас будет личный зачет. Одиночный заезд. Одиночный заезд. Который будет проходить по одной схеме. Давайте, пока, ЦУИСО. Хорошо, договорились. Ох, любитель. И, конечно же, у нас будет командный зачет. В команде участвуют два человека. Мы сегодня также этих ребят представим. Тишина, тишина. Тишина. Команда будет называться по-своему, насколько я знаю. И мы до конца, на самом деле, с Алисим... Вообще не будем знать. Не знаю вообще, что это за команда. Какой-нибудь в ушах кто-то есть? Да-да. И кто, и как будет есть. Да, чуть-чуть, наверное, я забегаю вперед. Потому что там, на самом деле, придумано безумно интересное задание именно на командную работу для парных заездов. Потому что изначально... Ну и давайте, конечно же, дадим слово нашим... Появился у нас сигнал. Да, да. Дадим слово нашим судьям. А вы дайте шума! Итак, всем привет! С вами Алексей Головня, Аркадий Цареграцов. Надеюсь, нас видно в кадре, потому что мы с вами к вам на судейке сидим сзади филейной частью, но передом в экран. Поэтому всем привет! Рады быть здесь, рады этому крутому событию. И хотелось бы пожелать гонщикам сегодня раздать на максимум, ехать таки, наконец, в эту стену, потому что в стену, гады, никто из вас не едет. А очень хочется... Ну а зрителям кайфануть от происходящего. То, что здесь сегодня происходит, это два уровня дальше от прошлогоднего цунами. И спасибо Оргам за это. Питер, привет! Мы начинаем гонку! Ваши привет! Аркадий Цареграцов! Алексей Головня! Это именно те ребята, которые сегодня будут судить. И, кстати, за стиль отвечает человек стиля, можно так сказать, Аркадий Цареграцов. А уже линию непосредственно у нас будет судить Алексей Головня. Вот так вот? Интересно. И сегодня он мне вообще поведал некоторые такие, знаешь, секреты. Сказал, что у нас есть несколько клиппинг-зон. Мы будем называть их по-другому. Они будут называться... Как же они будут называться? Чекпоинты. Чекпоинты, совершенно. Чекпоинты. Это же игры. Это Дрипгеймс. Они будут называться чекпоинты. И у нас сегодня есть, если ошибаюсь, 4 чекпоинта. Если не 5, кстати, да. Первый. И если... Ну, Головня сказал, что возможно, я поставлю плюс 5 только за то, что кто-нибудь уедет... Это сказал Аркадий. За пределы... А, за пределы трассы, да? А, за пределы трассы. Итак, дамы и господа. Ну что, я думаю, что начинаем с вами. И сейчас я вам представлю одного из первого участников, который открывает наш контест G-Drive Drift Games. И это самый известный в России маутинбайк-атлет. Чемпион России по маутинбайку. Павел Алехин. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Тойоту Марк 2 в 90-м кузове. Всего лишь 320 лошадей под капотом этого Тойота Марк 2. Вот сейчас как раз-таки вы его видите. Да-да-да-да-да. Помаши ручкой нам. Помаши. Все тебя видят, все тебя знают, все тебя любят. И давайте пожелаем ему удачи. В личном зачете. Вот такой вот, вот так вот катался, катался на маутинбайке и решил, что... И внезапно что, четыре колеса, в общем-то, тоже неплохо. Да, а почему мне не поехать в дрифте, сказал он. И решил, вот приобрел себе вот этот замечательный Тойота Марк 2. Мужик сказал, мужик сделал. Да, все верно. Вот как раз-таки именно этим и отличается у нас Павел Алех. Взял, купил, сел, поехал, научился и... Дал-дал, ушел. Да, и получается у него, кстати, очень-очень круто. Реально. Я его увидел буквально в этом году, именно уже в руле. Я знаю, что он еще и в том году катался, но я увидел его в этом году уже. И я понял, что круто он едет-то. И не зря он сегодня здесь. Потому что таких людей вообще собрали сегодня воедино, именно в наш этот формат G-Drive Dream Games. Я думаю, что вам очень и очень понравится. Но самое интересное в том, что на стадии ТОП-8 начнется самое интересное. Самое интересное. В какой-то мере. В какой-то мере, конечно же. Но я вам думаю... Ты немножко убегаешь вперед. Мы расскажем вам об этом чуть попозже. Но далеко не уходите. Реально будет очень интересно. Мне вообще интересно будет узнать после стадии ТОП-16. Тупо говоря, после личных зачетов. Как они все-таки там будут решать. А тем временем у нас начался заезд. Давайте посмотрим. Есть постановка. Есть первая. Первая тач-зона. Здесь, смотрите, широко. Не хватает немного мощи, правда. Но все делает верно. Смотрите, с траекторией. Реально у парня нет проблем. Проезжает под фурой. Есть здесь. Дальше едет с газом. Здесь он проезжает. Посмотрите, как он плавно это все делает. Посмотрите. Он делает это максимально аккуратно. Максимально аккуратно. И плавно. Ваш аплодисменты, дамы и господа. Балалюхин. Ну, слушайте. Открыл? Открыл. Открыл наше мероприятие. Давайте еще раз ему поаплодируем. Спасибо тебе большое. Давайте посмотрим повтор. Так, смотрим повтор. К сожалению. Да, действительно. Можно спросить судьи. Заодно они нам все-таки, может быть, и рассказывают задание. Потому что на данный момент я не увидел езды по заданию, к сожалению. Итак, представляем слово судьи. Я думаю, что пока они... Они еще, может быть, не определились. Может быть, не определились. Может, все что-то обсуждают. Но мы по-прежнему ожидаем их решения. Так едем. 0-0. У нас же 0-0. Едем. Я так понял, что требуется пояснение. Мы, в общем, 0 поставили. А все потому, что нужно ехать по заданию. После стены, я напомню, нужно ехать вокруг вот этой канистры оранжевой и собирать мордой вот эти торчащие штуковины, чего не было сделано. Поэтому, извините, заезд не состоялся, по нашему мнению. Ждем следующего участника. Спасибо большое, но вообще, на самом деле, у нас есть такой небольшой вывод и итог, я бы сказал. Все-таки у Павла получается лучше на маутинбайке. Следующий у нас выезжает на свой сольный заезд Илкин Мамешев, номер 23. Команда Black & White, 92-я BMW, мотор 1JZ. Да, хотя заявлял он четверку сегодня, по-моему. Сказал, что поклеили ее буквально за три часа перед самим выездом. Давайте посмотрим на личный зачет. Есть такой небольшой флип, смотрите, близко здесь, рядом с судьями. Здесь есть коррекция далеко от кизы волстяны. И здесь есть, цепляет, цепляет здесь, есть, собирает, собирает все, что можно. Идем дальше, бак с фурой, перехватка, и сейчас газом выход, ну, Илкин давай, раздай как следует здесь. Еще задевает. Ваши аплодисменты. Совершенно замечательный проезд. Вот вам, пожалуйста. Вот это была езда по заданию. Три дня на сборку автомобиля, три часа на поклейку. И он здесь. И пять минут на тренировку. Да, пять минут на тренировке, и этот парень реально здесь. Смотрите, поставился он изначально в очень большой угол, потом пришлось корректироваться. Сверется, совершенно верно. И в итоге, по-моему, первый кисты волст, первое задание, он не коснулся. Но далее, далее судейское задание по попаданию в мишени он выполнил. Да, все мишени собрал. Ну, дальше слово. Дальше слово судя. Дальше слово судя. Я думаю, что судьи ничего нам не сообщают, потому что очень тихо здесь, в конце концов, дамы и господа. Что за мертвая тишина, народ? Судьи просто не в эфире, поэтому ничего не сообщают. Что ж, у нас есть первый, не ноль. Задание было выполнено, и вы видели, как он набросился на стену, на первую. И это же его как раз и погубило. Все баллы, которые мог он заработать, хорошие оценки именно за стиль, как раз оставил там, потому что почти остановился, распрямился, более того, в каких-то более официальных соревнованиях. За это смело можно было бы поставить ноль, назвав это Unchaseable Run. Но нет, у нас здесь братское соревнование, поэтому, более того, дальше Элкин ехал в газ дерзко, с дымом, радовал нас отличной ездой, поэтому общая оценка 57 баллов от двух судей. 57 баллов, дамы и господа, от наших судей. Нужно этому поаплодировать, я думаю, что... Ну, неплохое начало, я бы сказал. Неплохое начало, да. Итак, а я хочу вам представить нашего следующего участника. Фарид Надиров, BMW, в 36-м кузове, очень красивая, очень широкая. 350 лошадиных сил под капотом этого автомобиля, 2 GZ, соответственно. Я этого парня вообще увидел в этом году. Благодовать? Нет, нет, в этом году на Дрифт Экспо он хорошо проехал. И я был удивлен, что парень бьется. Давайте посмотрим, что же будет сейчас. Сползающая постановка. Немного вовнутрь заезжает Фарид. Первая взята. Мифа, мишени, нет. Третью тоже не взял. Спокойная, сползающая перекладка. Как постановка? Аккуратненько, так аккуратненько. Очень аккуратненько. Очень аккуратненько. Вот я бы сказал, чересчур аккуратненько. Аккуратненько. Не агрессия. Я думаю, что Аркадий грустит в тот момент, когда нет агрессии. В этот момент где-то грустит один Аркадий. Он не может, да, Аркадий не может, как выражается сам Аркадий, насыпать парня за стиль. Но Аркадий на самом деле сегодня на брифинге как раз и сказал, ребята, покажите максимум. Покажите максимум стиля. Покажите зрителям красоту, порадуйте. Да, но не будем забывать, что трасса реально опасная. Да, это действительно так. И у некоторых пилотов это вызывало дрожь в коленях. Потому что постановка сразу же вдоль бетона. Нужно проехать везде широко. Вот эта идея с Киз-де-Воллом, это, конечно, весьма опасно. Киз-де-Волл стена, она просто невероятная. Аркадий сказал, что Арсений вчера ее затестил самокатом. Все было нормально. Нет, Аркадий это рассказывал про мишени. Что Арсений с разбегом въезжал в мишени на самокате. И поэтому все хорошо, можно будет ехать. Да, и было принято решение, что именно как раз-таки мишени выставить таким образом. Вот, прежде всего, что Киз-Волл стена, она подвижная. Да, она на пружинах. Она на пружинах. И она безопасная, как для пилотов, для автомобилей. Казалось бы безопасная, но с нашего угла, по-моему, неплохо видно, что там можно... Кто-то оставил свой чирк. Да, я могу сказать так. Но в целом, вот момент, конечно, с фурой. Итак, а мы передаем слово судьям. Итак, вы видели сейчас заезд, который мы в квалификации в РДС-ГП назвали бы заездом на Верочку. Я точно пройду квалификацию, если буду ехать достаточно точно, с консервативным углом. И иногда буду показывать судьям, что я могу жать газ, и у меня даже идет дым. 73 балла, ребята, из 100 возможных за такой заезд. Давайте, Козлея! Е-е-е-е, Аркадий Целигранцев. Хороший комментарий от Аркадия. Ну, действительно, агрессия, не как, такой сейф, сейф. А мы представляем вам следующего участника. И это Дамир Идиатулин. Да. Вообще, неожиданно было увидеть его на фреш-авто Супра, которая была построена специально для Тицуэ Хибина, который участвовал в том году на ней. Да, привет-привет, Дамир. И 850 по сутиных сил под капотом этого автомобиля. У Дамира вообще целый список наград. И перечислять их можно долго. Вообще бесконечно. Но я возьму, наверное, самые основные. Он представляет город Красноярск, команду Фреш Авто. Серебряный призер D1 Premier League по Владивостоке 2018 года. Победитель гранд финала RDS. Ну и давайте посмотрим на это зло разгоняется на эту Супра. Есть клип. Смотри, как все на зло, Дамир! Мне кажется, он очень буквально понял. Сейчас судейское задание. Оказается, оказается мишень. И вторая мишень. Встретит мишень. Встретит парень. Посмотрите, сюда без каких-то проблем. С Визгейтом летает по спирельной пламе сейчас. Тоже широко. И все, Дамир собирает все. Нет слов. Давайте пошумим, господа. Дамир, радиатура! Вот, этот парень умеет удивлять. Умеет удивлять вообще абсолютно всех. Мне кажется... Даже людей, которые, в общем-то, не первый день занимаются. Да, ему любой автомобиль, он поедет. Вот, вообще, с этого парня, мне кажется, началась вот эта идеология зимних двоек. Именно не в Жигуле, а именно двоек. Да, совершенно верно. Мне кажется, все видели этот автомобиль Дамира. Все видели его двоечку. Все знают Вольтезу. Но на Супре он все-таки... Это круто. Нет, это действительно круто. У меня немножко мурашки пробежали. Когда он мимо нас тут проезжал. И я вам хочу сказать, что разница вообще в автомобилях колоссальная. И я думаю, что сейчас Денис Мигаль задумается. Может быть, поедет следующий этап Дамир на Супре, а не на Альтезе. А мы тем временем предоставляем слово судьям. Я думаю, они по достоинству оценят этот проезд. Но я надеюсь, что никого не убило сейчас этими отстрелами. И крыльчатка не летела в выхлопную трубу. Собственно, я думаю, что вы заметили, насколько это было быстрее. Но я бы хотел, чтобы спонтер или кто там сейчас есть у Дамира передали ему, что если он спросит 110% с этой машины, Хибина ему ничего не сделает. Потому что он просто в этом году никак не может прилететь из-за закрытых границ. Давай, Дамир, доставай из нее максимум на 100 баллов. А пока что 83. 83 балла, друзья, аплодисменты. Строго, строго. Строго, да, конечно. Итак, следующий на старте у нас кто? А следующий на старте у нас очень интересный участник. Представитель Петропавловского, Камчатский. Алексей Козлов. И я вам хочу сказать, что реально у Алексея, наверное, вот обладатель одной из самых стильных боевых автомобилей в мире. Допросит меня сейчас Аркадий Петрович. Потому что про эту кресту, который у него есть в 70-м кузове, писали даже японцы в своем журнале. У него нет ручек, понимаешь? В боевой машине нет ручек, потому что он говорит, с ручками она какая-то не такая. Я убрал ручки, и у меня... Чтобы стиль был. Да, должен быть стиль. И вот этот парень реально умеет насыпать стиль. Я сейчас хочу посмотреть, как судьи насыпят ему за его... Выступление. Выступление, да. Да, за его проезд. Давайте посмотрим, кто это Мар-2 в 100-м кузове. Аккуратненько ставится. Чуть-чуть пат зависает на ручечке. Я смотрю, и там очень близко. Фактически касаясь Кизолстины. И так цепляет здесь. Вторая. И встать, Алишей. Самый интересный момент. Как притормозил, притормозил. Аккуратненько тогда. Очень аккуратно проезжает под грузовиком. Я его понимаю. Конечно, это не его автомобиль в каждой козовке. Но я видел, как этот парень просто льет так и песен по своей кресте. И касается еще. Что-то выпало. По-моему, поворотик выпал. Друзья, ваши были смертные. Об этом предупреждали еще сегодня, что возможно, от протестин и сына Маркаши мишень, все-таки что-то будет выпадать из автомобиля. И, судя по всему, именно это и произошло. Что-то выпало. Но, друзья, давайте пошумим. Алексей Козлов. Ну и я думаю, что судьи уже, наверное, посовещались. Вы готовы? Готовы? Давайте дадим. Значит, дадим им слово. Здесь мнения судей в этом заезде немножко разделились. Алексей поставил много, потому что этот заезд был очень точным по траектории. Я же поставил мало, потому что мне агрессии, дыма и злости от заезда не хватило. Поэтому хороший траекторный проезд, но нужно больше агрессии. Итого 83 балла. Кстати, у Знамиров я ошибся, 85 было. Сейчас второе место у Турика. Друзья, ваши аплодисменты. Алексей Козлов, спасибо большое, Аркадий. Спасибо, Аркадий, да. Очень строгий, конечно, у нас сегодня Аркадий. Я думаю, что его никто еще не удивил заездом, поэтому... Ну, а мы, друзья, вам рады представить следующего. Следующего участника. Да, человек-архитекторы. Можно, я могу его так назвать вообще... Санкт-Петербургский архитектор. И просто архитектор. Чемпион РДЗАПА 2018, призер EDC и РДС Гран-при Иван Куренбин. Ваши аплодисменты на своей Mazda RX-7. Да, повторимся, он выступает на Mazda RX-7. Мотор, если я не ошибаюсь, у него 2JZ. 2JZ. Да, на секвентальной коробке Samsonas. Ну что? Ваня обещал сегодня починить Viper, но все-таки... А так хотелось увидеть, честно, я так хотел вот спустя все эти годы хоть раз его увидеть живем. Ваня, пообещай нам крутой проезд. Да, Ваня, порадуй нас. Ладно, с этим Viper. Ну, всякое бывает. Но пообещай нам крутой заезд. Мы очень верим, надеемся и ждем нереально крутой Kiss the Wall, как и все наши зрители на G-Drive. Dream Game, стоп! А что так тихо-то, я не понимаю. Я не понимаю. Вот, 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 уже что-то похоже с этой стороны трибутной. Что-то тут уже пришло. Ваня, давай. Поехали. Есть установка. Сразу открывает газ. Немного его потянуло на внешку, но он как-то подсрезал аккуратненько. Дешил заехать сразу же в автобус. Ведь мишень очень близко. Едет еще одна. Он, по-моему, сбил мишень первую, если я не что-то... Точнее, третью мишень. Он сбил первой. Здесь тормозом заезжает аккуратно под фуру. Спокойная перекладочка. Без дыма, кстати. 600 сил в машине. Ваня, где ты? Но! Бедное сцепление. Мимо вас сейчас. Друзья, ваш аплодисмент Иван Куренби. Жалко, жалко мне было сейчас сцепление. Слышал я, как оно напрягается, горит. Страдало. Да-да-да, сцепление страдало, будем называть его так. Но, тем не менее, Ваня показал заезд. Немного... Не с того он, по-моему, чуть-чуть начал, если брать в мишень. Это все потому, что он заехал очень глубоко. Совершенно верно. Он завалился внутрь, а потом пошел наружу. И в итоге зацепился за третью мишень первой. И дальше все пошло. И все сломалось. И дальше чуть-чуть что-то пошло не так. Ну, а дальше он зааккуратничал. Если судьи готовы, мы с удовольствием послушаем их результаты. Я думаю, резюме. А вы знаете, у меня есть загадка для вас небольшая. А в мазде Ивана Куренбина стоит мотор 2JZ. Как вы знаете, у него 6 цилиндров. Так вот, уважаемые зрители, определите по звуку, на скольки цилиндрах Иван Куренбин пытается выиграть квалификацию. И сколько всего цилиндров у него работают, а сколько просто отдыхают и крутятся за коленвалом. А оценка 71 балл. Я бы сказал. 81 балл, да? Какое ощущение, что Аркадий Петрович нахуй слышал, что он слишком суров. Да-да-да, не жальничай Аркадий. Да-да-да. Ну, давайте догадаем. По-моему, на 4-х цилиндрах ехал сейчас Иван Куренбин. Судя по всему. Правда, мне не до конца слышно, но в целом, я думаю, что как-то так. Итак, уважаемые дамы и господа, у нас следующий участник. Балл, да, и мы вам рады представить следующего участника, который нам уже немножко показал, как это происходит в демо-режиме, а сейчас я надеюсь, что он это покажет, как это делается правильно. Представитель команды G-Drive Racing, город Минск, Сергей Сак на своей BMW E46, также, конечно же, чемпион Белоруссии 2016 года и 2017. Чемпион Восточной Европы EDC 2016, участников AF Tokyo Dive 2019 года. То есть там послужной список того-го-го-го. Очень, очень огромный, нереально опытный пилот. Просто нереально. И мне очень нравится, что организаторы придумали вот такую вот стилистику контеста, что можно как ездить и пропилотом, так же и стрит-пилотом. Это очень круто. Это реально именно тот контест, где можно встретиться и побороться с другими. К сожалению, не все стрит-пилоты, которые хотели приехать, приехали, а Сергей Дермененко плохо разогрелся. Максимально неэффективный, но здесь, смотри, все уже плохо, скорость-то есть. Но очень красиво. Смотри, позади управлено к фонарю. Был кит-зе-вол у него еще на тренировке. И есть здесь одна мишень. Вторая мимо. Есть третья, нет. А третьей мишени нет. Есть мишени нет. Есть перекладка. Заезжает под фуро. Очень аккуратно, опять же. Широко, смотри, как прошел. Ох, как он сделает последнюю мишень. Вот он агрессия. Вы просили агрессии. Вот вам агрессия. Сергей Сах. Вот вам и агрессия. Вообще, от этого парня... Вообще, агрессию хотелось бы видеть не по отношению к деталям трассы, а, в принципе, к проезду, конечно. Да, разгон, конечно, был сейчас максимально специфичный и эффектный, но неэффективный. Ну и, конечно, я думаю, что нужно предоставить слово суде. А кто знает, что такое оппозит-дрифт до финиша? Я знаю. Но так как у нас здесь братское соревнование, мы сильно за это журить не будем, но баллов отнимем. 66, Сереж, 66. И ближе к стене. У тебя побитая задница уже. Ее можно разносить в щепки. Пожалуйста, следующий заезд в стену. Спасибо. Спасибо, Аркадий. Аркадий разрешил, ребята, Аркадий разрешил делать серьезные и глубокие киз-заволлы с разносом задней оси. С задней оси, да-да-да-да. Прошу прощения, не дай бог, конечно. С разносом задних крыльев и багажника. И других пластиковых деталей. А тем временем у нас готовится следующий участник. Следующий участник у нас не без... О, вот. Почему-то нам показывают Ивана Куренбина. А, показали баллы, баллы, конечно. А, да-да-да, спасибо. Показали результаты Ивана Куренбина. Это тот самый Лоурель, который приехал, когда у нас очень дрифт челлендж. Он нам машет ручкой. С которым было очень много проблем, но все-таки мне нравится, и с ними справляется. И это, друзья, Сергей Стилов! Сергей у нас неоднократный призер дрифт Мацури и зимних, и летних. Третье место на граунд Тоби Мод в Сочи. Неоднократный призер всяких разных стритовых соревнований. И в этом году он выехал в Winter Dream Battle в Красноярск и очень хорошо себя показал. Вообще, изначально шла речь о том, что Серега поедет на Сливе. Я когда об этом услышал, сказал, что что? И все-таки пришлось ехать на Лоуреле. Видимо, жалко Слива, жалко. Ну, да-да-да. Я думаю, что сейчас Серега нам покажет. Покажет, 100%. Итак, Сергей Стилов. Есть разгон. Близко, близко. Ох, как неплохо. Смотрите. Есть Кизово. Красава. С корректировочками, но... Ох, очень глубокий заезд дальше. В мишене. Взбивал просто все, что только можно. Мне кажется, он сразу буквально понял... Ох ты, ну наконец-то нормально под фурой кто-то проехал. Все сказано, вы посмотрите. Он старательно... Ох, и здесь. Серега старается, конечно, просто максимально. Максимально, просто максимально. И дым, и все. У меня вообще не есть слов. Дайте шум этому парню. Он этого достоин. Однозначно. Да, кстати, нам очень интересно, конечно, мнение судей. Все-таки хотелось слышать не только Аркадия Петровича, многоуважаемого нами всеми, но и Алексея Головню. Леш, может, скажешь что-нибудь? Пару слов, да, от Алексея. 45 и 40, 85. Алло, алло. О, меня слышно? Короче, у нас тут был только что претендент на победу в квалификации, но чуть-чуть не сложилось, потому что он так решил глубоко заехать в эту зону с пончиками, с этими чубачубсами, что просто разломал ее мордой. За это получил минуса. А так в целом было очень дерзко и дымно, за что и получает 85 баллов. Спасибо, Алексей. Спасибо, Аркадий. 85 баллов. Вы бы видели проезд под фурой, конечно. Он просто... Он безупречен, я считаю. Так что мы с вами двигаемся далее. А дальше у нас еще один... Так, что там нам показали? Нам успели показать... Ага, общий результат 85, траектория 40 и стиль, соответственно, 45. На старте у нас тем временем участник G-Drive Racing, который уже, опять же, проехал в демо-режиме. Создатель, фланкер F. Просто фланкер. Просто фланкер. Инженер. Реально, российский Илон Маск. Но у меня нет вообще других слов. Стас, ты повторяешь? Я буду повторяться постоянно, потому что этот человек заслуживает... И своим хитрым прищером на нас сейчас посмотрел. Друзья, Демикаба! С ревом срывается с места. РХС-двигатель! Близко, 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 близко! Смотрите! Если его я не видел, но тем не менее... Первая шезда. Вторая шезда. Третью я за дымом не видел. Просто ничего не видно из-за этого дыма, но... Аккуратный проезд, весьма аккуратный под фурой. И Сергей Леонидович... Здесь, по-моему, цепляет... И это... ДИДИКАБА! Снаю Сергея Леонидовича и его, в принципе, такую абсолютно безбашенную манеру езды, которую безумно любят зрители. И я ожидал от него, что он сейчас прямо что-нибудь просто исполнит. Я думаю, что по выражению лица вообще Сергея Леонидовича, ему все очень нравится. Он максимально... Это вообще человек, по-моему, который максимально гайфует. И я ему в этом плане, честно говоря, даже немножко завидую. Самое главное, ДИДИКАБА доволен. Ну, а довольны ли наши судьи? Я хотел спросить зрителя, но, наверное, пришло... Зрители сто процентов довольны! Зрители, вы довольны? Вот это уже похоже на... А довольны ли судьи? Мы сейчас узнаем. Ну, надо сказать, что пока это самый дымный заезд из того, что мы видели. И дядя Сережа, конечно, не изменяет себе. Жмет по максимуму. Там не важно, попал, не попал, главное газ нажать. Надо сказать, что в этот раз он, конечно же, попал. Правда, два раза останавливался наперекур за чем-то, за что от меня получил много минусов. А вот по траектории у Алексея вопросов не возникло. Суммарная наша оценка получилась 79 баллов. Спасибо, Аркадий. Но я считаю, что 70 баллов очень-очень хорошо. Ну, а мы с вами двигаемся далее. И следующий участник, человек, который вообще, мне кажется, единственный идеолог, который решил привезти на зимний этап битоприк-баттл... Форт-Сиеру, и всем доказать, что она реально поедет. И постарался это сделать, но он сказал, что я приеду на следующий год и точно всем покажу, что она может ехать. И это, друзья, Алексей Арсеньев, джиеха на своем Nissan Skyline. И прямо сразу, как будто нас услышал, он взрывается с места. Вы посмотрите, как он выглядит. Ой, что за красота. Он что-то как-то постеснялся немножко. Постеснялся. Я бы на таком нереальном виниле, на таком автомобиле тоже бы постеснялся. Ой. Ой. Он, разумеется, взял все мишени, но на тормозах. На ручнике много коррекций. Максимально, аккуратненько. Широтон аккуратненько проезжает под... Мы будем называть его самый аккуратный участник G-Drive Dream Games. Я бы хотел что-нибудь сказать по поводу последней мишени, но ее просто там нет. Ну, ты знаешь, мне бы тоже было жалко, конечно. Друзья, ваши аплодисменты, джиеха! Ну, в целом, конечно, автомобиль вообще выглядит просто нереально. И мы ожидаем, что... Таких же нереальных проездов все-таки. Я понимаю, что жалко, но иначе... А зачем? А зачем, да. Вот сейчас, я думаю, что Аркадий нам скажет, зачем? Почему все так как? Я, 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 я... Как же жалко... Я слышал, да? А я себя слышу. Как же жалко такому чудесному 34-му с моим дактейлом в такой леврей, с таким чудесным базовым цветом ставить так мало баллов. Я даже их не запомнил, можно мне их еще раз. 53 всего лишь. Ну, просто в километре от стены, с остановками всю дорогу, с такими ошибками по траектории, и именно по стилю. Надо, конечно же, больше стараться. 34-е валят. Просто над ними нужно чуть посильнее поработать, чем над Сильвией. Большое спасибо. Да, ну, конечно, маловато баллов за такой проезд. Все верно, а я как бы тут... Мы вообще не беремся судить. Конечно. Но я хочу сказать, что хотелось бы как-то прям прям... Вот как-то больше движения. Я думаю, что следующий пилот нам вот... Пока что он уже сегодня неплохо потренировался. 100%. Никто и не сомневался, друзья мои. И это пилот Toyota Gazore Racing Lukao. Никита Шиков! На своей белуге. Да, внезапно не на 86-е. Я думаю, что она готовится. У нее процедура по подготовке к соревнованиям. Поэтому пускай готовится. Давайте посмотрим. Никита даже не дает нам зачитаться. Он кружной список. И пошел. Ой, что ты делаешь, Никита? Что ты делаешь, Никита? Вот это постановка. Никита, киз-эволги с этой стороны. Да, с другой стороны. Никита, бедная белуга. Как мне ее жалко. Это где-то, по-моему, кусок фонаря. Условно взял. Полторы мишени. Есть перекладка. Здесь экранника Сучняка. Потому что она очень длинная. Очень масштабная. Очень объемная. Как же сейчас было близко. Я вспотел. Помогите. Что тут происходит, Никита? И еще раз. Никита, по-моему, решил буквально воспринять финал Акадия Петровича. И просто уничтожать заднюю часть своего автомобиля. Об стену. Но это было нереально. Дайте шума. Никита Шиков! Никита, что ты делаешь вообще? Что ты с нами тут делаешь? Принесите мне валидол. Я не могу больше на это смотреть. Он просто привык катать и пугать зрителей, видимо. И решил повторить. Никита! Покажи мне, как. Все окей? Давайте поаплодируем еще раз Никита Шиков! Менеджер его подбежал сразу Степа. Что-то там разбираются. Степа очень быстрый. Он, когда надо, он сразу же здесь. Вопросы все решает, вопросы закрывает. Ну, а мы сейчас узнаем мнение судей. Да. У судей там, судя по всему, какие-то технические трудности возникли. Я думаю, что Алексей Голос не... Итак, они решили, можно поменять за местами. Отлично. Все, меня слышно. Баллы у меня есть. Прием, прием. О, я сам себя слышу. Отлично. Ну, вы видели, что Никита исполнил в постановке. Вот если бы он это вывез, перебить это было бы невозможно. Я вам точно говорю, это очень круто было. Жаль, к сожалению, это не получилось развить дальше. К сожалению, всего лишь 55 баллов. Но Никита знает, что делать дальше. Я уверен, что Усотку свою заберет сегодня. Ну что, спасибо большое. Все продолжают рассматривать машину. Все ли в порядке? Ну, по-моему, все прекрасно на самом деле. А у нас этим временем начинаются вторые попытки. Наших пилотов. Правильно я понимаю? Да, да, конечно же. Итак, в ожидании, кто же там у нас на старте? По-моему, это Павел Алехин. Toyota Mark II 91Z. 320 лошадиных сил. Вот он. Давайте мы еще поаплодируем. Он сидит, улыбается. Мне кажется, он максимально кайфует. Он должен, я думаю, показать, что первый проезд это, ну так. Разминочка. Разминочка была. Легкая разминочка. Ну что, поехали. Тайдамар 2 90-м кузове. Есть разгон неплохой. Постановка. Средний проход по траектору. Да, я бы не сказал, что он накрасит. Уже пытается показать агрессию. Раз. Мимо второй. Третий нет. Но, тем не менее, это было близко. И перекладки порезче стали. И... Аккуратно претянул. И... Молодец. Вот это да. Здесь аккуратно, аккуратно, но широко. Очень круто. Вот это уже другое дело. Давайте искупаем в овациях этого парня. Вишневый, ты молодец вообще. Ну вот сейчас было круто. Дайте еще раз шуму, чтобы он услышал. Мы тебя видим. Люди тебя тоже. Попланили. Давайте поаплодируем ему. Раз, раз, раз. Смотрим повтор. Ну, стоковые турики-то могут, а? Я... Я... Я извиняюсь, я не могу говорить по эти уши, потому что в уши у меня обсуждают, кто на кого вышел. Вот вышли на судью сейчас. Я надеюсь, это не киллера на меня на какого направили. Значит, желтые турики могут. Я думаю, Гочин Свет здесь сыграл решающую роль. 84 балла на сток турики с нулем в первой попытке. Очень круто. Это достойно. Целых 84 балла. И реально, Паша, ну, достойных этих баллов вообще безусловно. Ну, это... Я же сказал, первый проезд это так, демо было, затравочка. А сейчас уже все было по-взрослому. И сейчас по-взрослому. Поедет следующий участник нашего контеста. Илкин Мамишев. Команда Black & White. BMW E92 на GZ 450 сил. Еще раз напомню, потому что эта информация достойна того, что машина была собрана за три дня. По-моему, даже зеркал на ней нет. Сейчас вот... Я, к сожалению, там так светит люстра, что я просто не вижу. Да, там... Нет, даже зеркал. Они не нужны его. Ох, какая... Вот это хорошая постановка. И... Очень широко. И... Но... Цеполет. По-моему, коснулся. Или очень близко было. Либо очень близко. Здесь есть. Мимо второй. Третья была бы взята. Я думаю. Суде это видят. Суде это видят. Широко. Ох, как снесло на фанцуре опасненько. Еще один широкий проход. Ну, Илкин, я смотрю, не стесняется. Как катиться... Ох, как еще... Еще шустро-то как подкорняться. Друзья, ваши аплодисменты. Мне кажется, ему нужно писать книгу, как катиться в машину за... За пять минут. За три часа, Мига. Ну, три часа у него был. Хотя, что навряд. Я думаю, как катиться в машину за час и собрать ее за три дня. Слушай, ну, Илкин вообще, как бы... Он не первый день подрифта, слава богу. И не первый раз собирает машины. Да, и не первый раз собирает машины, потому что я лично вообще как-то о Black & White, в общем, побольше по внедорожным проектам слышал, но на самом-то деле... Он когда-то участвовал в Сочи Дрифт Челлендж, он выезжал и показывал хороший результат. Ну, а какой результат сейчас? У него мы узнаем от судей. Но мне кажется, пока что это был лучший балл от Алексея за линию. То есть он так насыпал. И действительно, линия была настолько правильная и чистая, что, казалось бы, вот она победа в квалификации близка. Но не тут-то было, потому что есть еще... Я, как судья стиля, и я считаю, что к стене подъезжать нужно с задней частью автомобиля, а не ложиться на нее плашмя, как это сделал Ил Ким. Собственно, он попробовал разные вариации, пока они далеки от идеала, но суммарная оценка, только вдумайтесь, 85 баллов. А вот это результат достойных плейсментов, друзья мои. 85 баллов. Ну и давайте я вам представлю следующего участника G-Drive Dream Games. Фарид Надиров, BMW E36 в шестом кузове, да, с двигателем 2JZ, 350 лошадиных сил. И я тебе хочу сказать небольшой секрет, что он поцелует. Вот я думаю, что он... Вот сейчас мы покажем. Пусть выбит, тут пару взаимных соперников. Нет, нет, он аккуратно проезжает, стоматолог должен аккуратно все делать. Аккуратненько сейчас, конечно. Здесь не попадает. Ну давай, 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 давай. Есть сюда. Аккуратненько проезжает, как фурой. Ну и сейчас с газом, давай. И давай, 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 давай. Как конец-то разогнался, разошелся, я смотрю. Батисечку просто бьется, а дваJZ, друзья, ваши аплодисменты. Раз, раз, оп, отлично, меня слышно. А я хочу сказать, что первый на заезд был лучше. Здесь нужно было доставать максимум из машины, рисковать, по примеру, Никита Шикова. А риска не получилось. Более того, еще более консервативно был исполнен проезд, далеко от стены, газа больше не стало. Ну, собственно, и оценка соответствующая. 67 баллов. 67 баллов, друзья мои. Это хороший, кстати, результат. Но, в целом, для такого проезда он оптимальный. Я считаю, что да. Отлично. Так, тем временем, у нас там на старте следующий пилот. Давайте посмотрим, представим его. И это уже нам известный... Конечно, это Дамир Идиатули. Кстати, смотри, я думаю, что если Хибина сейчас будет смотреть прямую трансляцию, которая сейчас идет, его будет очень приятно. Он обязательно ее смотрит, в Японии сейчас у нас... Вообще, стоп, это возможно. Я не сомневаюсь, в команде Фрэш Афта я не сомневаюсь. Реально, ребята болеют, сидят на РДС и болеют за Хибина, когда он едет Д1 в полуфинал. У Хибина столько комментариев, русских. Поехали, смотрим заезд Дамира. Есть клип! Здесь хорошо. Одной рукой. Кроль Дамира Идиатули. Давай, давай, давай. Четко был, четко был задом. В конце очень широко. По-моему, кто-то сейчас заберет первое место. Есть вторая мишень. И третья, я думаю, тоже. Жесткий острел Визгейта. Просто, мне кажется, кого-то пристрелит сейчас своим Визгейтом. Такое ощущение, что мы на каких-то и на 3-м день, знаешь, а когда эти поражения мишеней Визгейтом, ваши аплодисменты! Фрэш Афта. Дамир Идиатули. Я сейчас было ощущение... Дамир, по машинам ручкой. Отлично. По-моему, супра ему к лицу. Да, однозначно. И, по-моему, выбор просто с тобой одинаково начинал лицу. Я хотел сказать, и у судьи, по-моему, судя по тому, что я успел слышать, там уже назрело решение. Ну что, видели это, да? Очень дерзко, очень по-японски, я бы сказал. Думаю, там какие-то еще артефакты от Хибина сохранились в машине, потому что это было действительно погоночным, я бы сказал. Очень классная работа с машиной, очень дерзкие подъезды везде по траектории. И результат не заставил себя ждать лидер квалификации 92 балла. 92? Вот это уже... По реакции зрителей, по-моему, можно многое было понять. Я даже не знаю, кто же, кто же из всех участников сможет перепить вот этот результат. Я думаю, что вообще возможно это именно этому парню. И это Алексей Козлов, Петропавловск-Камчатский, номер 25, дает молодой. Я думаю, что у него есть вообще все шансы. Потому что я видел, как парень на Диуан. Я думаю, что и сейчас на Бедра Требис. Должен показать, здесь близко. Очень ровненько, посмотри. Везде по внешечке. Четко по внешечке. Здесь без коррекции. Смотри, корректно, насколько плавно. Не попала одна мишень, к сожалению. На сей раз не берет мишень. Здесь перекладывается, но такое все равно есть. Ой-ды! Вот это сейчас было, Павла. Быстро опасно. Здесь все по широкой. И очень плавный. Слушай, какой плавный проезд. Да. Насколько плавно было все это сделано. Хороший был заезд, очень плавный. Я думаю, что сейчас Алексей Головня должен от себя ему добавить за линию. Отсыпать. Сто процентов. Но и мы... Но его-то недоволен, я смотрю. Сказал, что так сильно проехал. Он мне сказал, что оно очень длинное, и мне непривычно на ней просто стоять, а еще я боюсь заезжать в фуру. Ты сейчас так сказал, ты почему-то начал срываться на Кавказской офицей. Непривычно. Да. Но он сказал, что ему вообще непривычно и тяжело. Но у него зад-то близенько там был. Да. И тяжело, конечно, заезжать под фуру. Он переживает. Ну и давайте узнаем. Я хочу сказать, что за стиль-то я насыпал этому Тарико, потому что и пусть у него нет мощности и выворота, видно, как кончик газ жмет. И был бы точнее по траектории, еще бы от Алексея получил бы много баллов. Но при всем при этом результат на Никилы 82 балла. Спасибо, Аркадий. Мне интересно, там Алексею вообще когда-нибудь дадут слово или его там держат в заложниках. Алексей, помаши рукой, если тебя Аркадий держит в заложниках. Тем временем у нас на старте следующая часть. Итак, давайте его представим. Разумеется, это Иван Куренг. Город Санкт-Петербург. Нам тем временем показывают, не показывают, почему тачки. Мне всегда кажется, что когда у пилотов есть визор непрозрачно, они серьезные. Ох, как я вспоминаю, как только ты говоришь слово визор, я вспоминаю Шикова и Резай. Да. Я думаю, что он сейчас одного слышал, потом подойдет тебе вечером, будет разговор. очень серьезный. Но, я хотя, конечно, вы видите, замечательный Вайпер, но мы увидим... И не успеешь. Да, но мы увидим РХ-7, 600 лошадиных сил. Двигаем 2GZ. Здесь неплохо, кстати, было на подлете. Очень, очень старался. И вот здесь есть коррекция, к сожалению. Есть первая мишень, есть вторая. Зазубил бы третью. По третью, да. Записываем заочно. Хорошая перекладка. Аккуратненько перекладывается, но вообще неплохо. Очень близко под конец. И под конец заужается слегка, чтобы попасть в эту мишень, которая... Которой нет. Которая покинула чат. Да. Мишень покинула чат. Это виртуальная мишень. Виртуальный тет. Они ее должны себе представить. Ну, друзья мои, как вам заезд вообще? Визор Ивана безмолвен и спокоен. Да. Ваня, улыбнись. Хоть Визор, подними. Подними и улыбнись. Вау, давайте посмотрим. О, у нас наконец-то появились картинки с коптера. Сверху. Ты посмотри как. Близко. Вот так. Ай, 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 что творит-то? Спасибо нашим режиссерам за такую прекрасную картинку. Теперь нам наконец-то сразу же видно, что происходит. Вообще идеально. Для архитектора идеальная первая дуга была, по-моему. И не только для архитектора. Ну, насобирал траектории таки. Насобирал. Я по стилю не в восторге. Моя оценка по стилю всего лишь 37. Но, зато есть по траектории 43 балла. А на Алексея итогов 80. 80. Академично едем. Академично. Да, я думаю, что как раз-таки все вкатались. Все начинают раскатываться. И вторые уже... На нос уже начинают лететь ошметки. Здесь, находясь в пультовой. Начинается уже что-то интересное. А дальше будет еще интереснее. Да, ребята начинают намного ближе ехать. И меня это радует. Я думаю, что радует... Нет, бессмертно радует. Да, еще и наших зрителей. Зрители, вас радует! Да, я думаю, что им нравится проезды, конечно. Прекрасно. Итак, ну что, дамы, господи, все внимание на старт. Сергей Сак. Сергей Сак у нас на старте BMW E46. Очень красивый автомобиль. Самый низкий автомобиль был в свое время. вот ничего. В дрифте. Он просил просто сказать, что он красавчик. Да, это вообще безусловно. Посмотрите на этого парня, я думаю, что... Нет, ну Серега на самом деле очень веселый человек. С ним всегда бесконечно весело и приятно общаться. Если вы посмотрите фильм Анатолия, когда они были на PIA, когда Серега заревел, в этот момент мы сидели в Красноярске и вместе с Максом Миллером начинали... Рыдали. Рыдали, реально. Я прям плакал. Макс смотрел на меня, я смотрел на него и ничего не произошло. Вот, все было нормально, мы поехали дальше. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, выжмет ли слезу из тебя Сергей Сак сейчас. Ох, как близко! Широко, широко, широко! По-моему, по-моему, очень... И мимо, к сожалению, второй, виртуальная третья. Смотрите, сразу же предложился и открыл газ, что очень важно. Не было никаких коррекций. Чуть узкого по началу было, но неплохо дальше. И финиширует. Сергей Сак в Минск. Сергей тоже, так я смотрю. Все-таки то самое шоу у того, какие-то тренировки. Давайте, Павел, поаплодируем нашему Костю из Беларуси, из Бородоруссии. Да-да-да-да. Но, а пока, я думаю, что мы узнаем результаты от Алексея Главни. Я вказался. Мне почему-то казалось, что ты сейчас скажешь про Алексея Миловидова. Я так, что? Ну, алло, прием. Я хочу сказать, что пока это был лучший подъезд к стене, именно подъезд. Далее реализация больше хороша по траектории, нежели по агрессии и прохождению. Но именно как долго и как рано заехал Сак вдоль стены, решила, конечно, мою оценку по стилю. Ну и по траектории все было хорошо, за исключением маленьких агрехов. второе место в квалификации 90 баллов. Аплодисменты. Сергей Исаак 90 баллов. Аркадий сейчас говорил про подъезд, но я ему надо напомнить, что мы в Санкт-Петербурге и тут парадная. Парадная, совершенно верно. С тобой на вышке коренной Санкт-Петербурж на минуточку. Да, да. вот прекрасная парадная в стене, да. Итак, ну и тот самый красивый я вот смотрю, он весь переливается. Мне кажется, вылучать заходящего солнца. Аркадий сто процентов попросит прокатиться на нем. У него страсти. Я бы глубоко подумал, стоит ли давать Аркадию в такую машину. Особенно здесь. Поехали. Итак, поехали, смотрим. Эффектный разгон. Есть постановка. И сейчас выписать на ручнике. Блокируем задние колеса. Но! Ох, капец! Ой-ой-ой! Даже там губа отлетела. А это уже больно. Это уже больно. Алексей, что ты делаешь? Кто пожалеет? Вы же просили? Вы же просили? Пожалуйста. Получите разбежись, как говорится. Получите губу от Skyline. Есть! Здесь тоже очень близко. Я бы хотел сейчас посмотреть на проезд сверху. Но есть какой-то небольшой рваный темп. Но в целом я думаю, что... Это гораздо более серьезный проезд, чем первый. Без пола. Это намного лучше. Весь в дыму. Друзья, ваши аплодисменты, джи-йоха! Но мы пока с вами смотрим повтор. К сожалению, пока не могу оценить сверху дрона проезд. И пока у нас как раз сейчас будет такой легкий монтаж на трассе. Поправят наши судьи трассы мишени. Маршалл. Маршалл, да. Они же и судьи трассы на самом деле. Вот так даже. На трассе. Судьи на трассе. Нет, я знаю, да. Но крупный план на губу с надписью Building Destroy. И вот мы сверху наконец-то можем посмотреть, что здесь происходило. Ну ладно, ладно, реабилитировался по 34-му кузову. 37 за стиль 42 за траекторию. Итого 79 баллов. 79 баллов ваши аплодисменты. Это гораздо лучше. Гораздо лучше. 100%. Я, да. Не знаю, увидим мы его... Что ты хотел увидеть? Увидим ли мы его краски в баре, да, и увидим у Васи. Но тем не менее проезд состоялся, проезд был удачный, а у нас потихонечку назревает следующий заезд. И следующий участник нашего контеста это Сергей Стилов. На своем лувреле в 33-м кузове. Вообще, мне кажется, моду 33-м кузовам задал Аркадий, когда снимал одержимых и у них был научимый про 33-й скай, который Аркадий что-то там... 33-й луврель был. Научи дрифтить за 5 минут. А, помню. У него была такая серия передач одержимых, и где он рассказал про 33-й. И на тот момент реально все 33-е луврели в России просто прыгнули вверх. Потому что это та же самая Сильвия сдвигнули РБ 25. Хороший Максимально широко заходит и... Серега, что ты делаешь? Серега перестарался. Перестарался я... Но постановка-то... Постановка-то какая? Постановка была прекрасна как говорят широко. Самое главное это постановка. И она у этого парня явно была. Но, к сожалению, дальше все-таки пошло все-таки так. Очень обидно на самом деле, потому что я уже буквально открыл рот, Серега тут буквально у нас под ногами проехал, закидав нас резиной. Я думаю, ну что же будет дальше? Он все-таки доедет до Кистэвола, но... Ой, ой, ой. Друзья, давайте... У Сереги первый проезд был достойный. Я думаю, что в любом случае он достойный аплодисментов. Сергей Стилов? У Сереги такая нехилая группа поддержки всегда. Всегда их слышно и видно. А я прошу прощения, мы здесь с главным секретарем вспомнили, что у нас классифицируемое соревнование, и мы немножко задним числом выписали Сергея Стилову лицензию, и с этого дня он стрит, никак не может ехать. Поэтому Сергей извинит, и, собственно, уже в профспорте внезапно, особенно с такими дерзкими проездами. Вот. А вообще по-пацански считается. Постарался, набросился на стену, очень опасно было. Да, не вывез, но попытка чисто по-пацански считается хорошей, а с судейской стороны это ноль. Поэтому считаем первую попытку зачетной. но я не знаю, поздравить Серегу сейчас с лицензией или нет в целом, но все равно Сергей поздравляет тебя с лицензией начала в автоспорте. Итак, идем далее. Никита Шика настраивается. Никита Шика сейчас сказал Ориготокадзаймас. Да, да, да. Ориготокадзаймас. Да, да, да. Отдал дань Вердексу и Тойоте. Итак, поехали. Есть Никилый разгон. Агрессивнейшая поста, но как близко, Ох, как близко. Он отрывает с кусок бампера. Он как недоспитанный крауд просто проезжает по стене. Никите уже все равно, по-моему, он решил. Боже мой, что ты делаешь, Никита? Он решил забрать первое место в квалификации. Самое главное, что здесь ничего не произошло. Хоть здесь, да. Спасибо, все прошло. Опять максимально широко. Еще раз кистрывал. Да, уже аж легкие какие-то фонари разлетаются. Фонари разлетелся. Ну, а Никита просто порвал все стены просто на тряпке, по-моему. Друзья, неужели это не достойно аплодисментов? Никита Шика все эти овации, все это для тебя. Ты сейчас показал максимальный стиль. Никита Шиков. Да вы видели, да, он просто в щепке все стены разорвал. Просто мы здесь уже не знали, куда орать, в какую сторону, потому что во все стороны 360 градусов поорали. И в итоге лидер квалификации 96 баллов. Вот она, вот она дерзость. Вот как нужно врываться в эти стены и в траекторию. Красного показал, кто тут папа. Ух! Мне кажется, что Никита Шиков чему-то набрался у нашего следующего участника, если я не ошибаюсь, у Сергея Кабаргина, потому что это такие безумные проезды, совершенно, не глядя вообще ни на что, ни на состояние машины. я просто валю и кайфую. Он набрался, мне кажется, там нереальной агрессии у него. Подошел, сказал, Дерри Каба, дай мне немного агрессии. Отсыпь на забивку. Он такой, ну давай, вот тебе в карман, пускай будет. А то, говорит, первый заезд был, конечно, убедительный, но не до конца. И нужно чуть больше. Нужно добавить немножечко. И он это сделал полностью. Да Никита, оторви ты уже свой. Вот правильно, совершенно верно. Никита уже просто отрывает остатки свои машины. Никита не задонатит обязательно. Я от своего GS. Калининград, даже не посылочка. Да, да, да. Тем не менее, у нас следующий участник, совершенно довольный, широчайшая лутка, которую видно даже из-под шлема. Диди Каба! Сергей Кабаргин. О, как же звучит этот РХС, Биг Блок, у меня просто нет слов. Он когда стоит на холостых, на прогревочных точнее, его просто начинает потряхивать. И вот я сегодня смотрел, тебя начинает потряхивать. это замечательный запах гоночного топлива. И вот просто в целом картина мира, мне кажется. Слушай, сейчас у всех сложится просто такое ощущение, что ты просто лютый фанат для Ди Каба. Я лютый фанат Бланкера. Я вижу это произведение искусства. А мы сейчас посмотрим, на реальный заезд. Достаточно широко. Не дотягивается до кисты. Вот, очень быстро. Первая мишень, либо второй. Ну, третья где-то там. Просто хлопливаясь под колес. Все, просто такой ровный заезд. Ты просто... Я за Вакаре все, ой-ой-ой, что ты делаешь? Агрессивно. И под конец немножко заузился. Но он настолько задумился глаз, я вообще не понимаю, где он едет и вообще, видит ли он хоть что-нибудь. Видит ли он сам что-нибудь, да. Диди Каба, вот он показался наконец-то вашей овацией. По-моему, зрители там задохнулись просто в дыму, их настолько стало плохо слышно. Они не видят, кому аплодировать, мне кажется, в этот момент. Много, очень много, ультрамного дыма. Сейчас из-под колес фланкер F. И это был последний, по-моему, если я не ошибаюсь, участник. Ну, давай, не будем. Тем не менее, мы ждем решения судей. Решение судей имеется. Давай. Точности бы, точности Сергею Леонидовичу. Зрелищности хватает. Агрессии хватает, дыма больше всех. Но баллы следующие. 42 за стиль. 44 за траекторию. Итоговый 86. 86 баллов. Хороший результат. Давайте еще раз поаплодируем. Диди Каба. О, как же любит его вообще. Ну, блин, Сергея Леонидовича невозможно, по-моему, не любить. Как и многих других. Особенно, да, я смотрел после дрифта изнутри, где вы снимаете. О, это мне так приятно сейчас. О, дрифт изнутри. Я вспомнил. Я очень много нового для себя узнал. А ты знаешь, кто снимал этот дрифт изнутри? Нет. Сергей Стилов. А, воздушь как. Да, Серега работал оператором на тот момент. Сейчас у нас одиночные заезды закончились. И начинаются парные тренировки. Команда. Команда тренировки. Так как у нас командные зачеты, именно начнутся в стадии топ-8. Да, там очень интересная вся эта ситуация. Я думаю, что судьи нам через какое-то время возможно расскажут. Может быть, мы вам расскажем. Я вообще был не удивлен, что эти ребята поедут в команду. О, 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 полегче, парни. Я вообще был не удивлен, что они поедут, да, что они поедут раздельно. Это реально команда. Раздельно? Да. Я говорю, они поедут вместе, соответственно. И так, это Алексей Козлов, Алексей Алехин. Два Алексея, два Марк-2. Ох, как там. Уже сложнее пошли парные заезды, я смотрю. И у нас, друзья мои, парные заезды будут осуществляться, командные заезды будут осуществляться по другой траектории. Из-за того, что очень, очень узкий проезд под фурой. Они по одному едва проезжают, а как бы две машины туда просто невозможно затолкать под эту фуру. Я думаю, что я... Да и в принципе трасса достаточно узкая и тяжеловато. Спичная, да. Поэтому именно как раз таки для парного заезда и вот для таких частных тренировок нормально, нормально говорит Алексей. Другому Алексею все говорит неплохо. Это... Нет, плохо. Все плохо? Я просто так и не понял. По-моему, все было... Он, наверное, хотел сказать, что может один Алексей нормально, а вот со вторым что-то там не заводилось. Ну, судя по тому, что мы сейчас здесь увидели. Ну, а мы продолжаем дальше наши парные тренировки. Да, там у нас едет Илкин Мамишев, если я не ошибаюсь. И... И Фарид. Да, Фарид Надин. Две БМВ на 36-е. Ой, здесь, старышка как агрессивно начал кидаться на 36-е. Прям как будто боевой заезд. Прямо, чемпионная перекладка. Да, здесь очень хорошо. Мне интересно вообще, как они определяют, кто будет первый потом в дальнейшем в зачете. Кто будет лидером, кто будет преследователем на G-Drive. О, оставляет. Кизу Волл. Фонарь на 92-й покинул чат. Да, я не успел, к сожалению, увидеть, я, видимо, как раз... На выходе, смотри, на выходе, видишь, как раз-таки нет права фонаря на 92-й БМВ. Ну, собрали по-быстрому и отвалилось по-быстрому. Ничего страшного. Но на повторе, конечно, выглядит просто сумасшедшим. прям максимально агрессивно, я смотрю, здесь. Прямо старается. Даром, что он не пилот там RDSGP, там вот так далее. Я думаю, что они просто очень давно знакомы и... Да нет. Скорее всего, Надир, стоматолог, и у него нет причин ему не доверять. Что скорее всего, кстати. Так, у нас там на старте следующая команда. Там, по-моему, Ваня Куретбин, если я правильно вижу. И тот самый 34-й Skyline. Без губы Алексея Арсеньева, к сожалению... Без губы Алексея Арсеньева. Ты как-то... Это Skyline... Да, не хватает, как раз таки, я сейчас смотрю. Такой огромный просвет получился. Да-да-да. Но, в целом, давайте посмотрим дальше, проложим тренировки. Да, сейчас мы напоминаем, что идут тренировки, эти заезды не идут ни в какие зачеты, ребята просто немножко... Мне вообще интересно, как будет называться их команда. Просто, именно название команды. Какое оно и как они будут называться. Вот, что мне интересно. Посмотри вообще, а так как мы с вами сегодня здесь, у нас есть несколько трибун, но давайте пока посмотрим на... Ваня проходит первым максимально широко. Что и нужно ему делать, самое главное... Ну, удается по дороге сбивать еще и мишени между делом. Вот, кстати, с тобой не знаем, насколько по заданию нужно это делать и... Нет, не нужно. Почему-то Мазда дальше не поехала. Сначала поехала, потом не поехала, потом опять поехала. Ну, собственно, то, о чем говорил Акаша, что... Есть некоторые проблемы, скажем так. Да, четыре, все-таки, цилиндра, даю себе знать, из шести. Судя по всему. Четыре неработающих цилиндра из шести. На двух цилиндрах, я думаю, что это прям перебором. Точно никуда не поедет. Да это же GZ. Итак, друзья, все внимание на экран. У нас с вами здесь лишний зачет G-Drive Reef Games. Итак, первое место Никита Шика. Toyota Gazoo Racing, Luke Oil, там очень длинное название. Второе место Дамир Идиатулин, Fresh Auto. Третье место Сергей Сак, G-Drive Racing. Четвертое место Сергей Кабаркин. И дальше картинка исчезает. Но, друзья мои, вот такие у нас были результаты. Спасибо вам большое. Итак, пятое место Сергей Стилов, Trailhead. Шестое место Илкин Мамишев, Black AdWide. Седьмое место Алехин Павел. Давайте, господи. Восьмое место Алексей Козлов. Девятое место Иван Куренбин. Десятое место Алексей Арсеньев. И одиннадцатое место Фарид Надиров с результатом 73 балла. Вот такая вот у нас таблица личных зачетов. Слава богу, все прошло пока без эксцессов. Я знаю, что зрители очень любят Крэша, но пока все более-менее спокойно. Итак, у нас два дрифтаксиста на самом деле. Да-да-да, два дрифтаксиста. Шика, шика. Они должны называться команд таксисты. Вот они... Да, кстати, действительно хорошая идея. По тэплу рейд просто какой-то нереально. Странно, что 600 сил у Никиты. Видимо, вес дает о себе знать. Никиту снесло очень сейчас, там близко было. Видно, что до трака оставалось недалеко. И он постарался чуть раньше приложить, чтобы сразу же броситься вовнутрь. Но... Никита просто очень старался догнать. Я думаю, что вот ребята нужно поменяться все-таки местами. Да, чейзер и лидер должны поменяться. И намного... Не чейзер, а преследователь. Преследователь, да. Так, у нас следующая пара едет. Поменять пилоты местами. Алексей Эллиокенди и Алексей Козлов сейчас в роли преследователя. Я думаю, что здесь все верно, потому что у Козлова намного опыта больше. Ох, как близко сейчас было! Пампер-пампер. Я думаю, что будет небольшой так называемый чирк. Но его не произнесли. Нет, его не было. И сносят там под конец немножко. самое главное, здесь сейчас Алексей приедет очень широко. Номер второй сбивает. Чтобы Алексею Козлову было туда подъехать, было куда заехать и было максимально комфортно. Потому что именно вот что самое важное в командных таких зачетах, я вспоминаю сразу же заезд Аркадия Цереградцева, Женя Лосева и отчевчанам синхро на пятом ювелетном диван, когда они ехали втроем. Я помню прекрасно, что темп у машин был специально подорван таким образом, чтобы они показывали хорошие команды заезд. и здесь нужно то же самое. Поэтому лидерам... Это один из моментов. То, что ты спрашивал, как же они будут выбирать, кто первый, кто второй. И вот именно сейчас, видимо, пилоты и пытаются поднять. И в них должно быть, конечно, четкое понимание, кто должен поехать. И у нас два сокомандника, естественно, Сергей Кабаргин и Сергей Исак. Немного здесь чистоватый и Сергей Исак. Сергей Ильич прям напрыгивает на дверь. По-моему, господин Кабаргин все-таки пытался заехать под фуру по привычке. Я должен, на самом деле, вылет из такого угла. Ну, конечно, да. Но тем не менее, это просто... Что за... Слушай, это успокойся. Я не могу. Я не могу, просто. Это любовь. Алексей, у тебя есть любовь? Ну, к автомобилю, именно, какому-то определенному. Ты пока ехал сюда, очень много разговаривал про... Про Genesis, который мне не зашел абсолютно. Да, я взял про автомобили. Поэтому у тебя есть какая-то любовь к автомобилю. К определенному нет. К определенному нет. Но у меня вот есть любовь. Она именно так звучит. Так выглядит. И так. Вот так звучит с хлопками без кейса и всего остального. Так, у нас там еще один заезд Вани Куренбина и... Алексея Арсеньева. Арсеньева, да. Совершенно верно. Когда-то вообще видел я 34-й на выставке. Мне было вообще очень интересно, чей-то автомобиль. Мы еще не были знакомы с Алексеем и он выглядел специфично. Он был похож на какого-то гепарда, леопарда, я не знаю, просто нереально пятнистый, весь полоску, но был очень красивый. но сейчас он намного круче. Есть легкий флип. Очень широко ставится. Да, 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 да. И очень легкий флип в постановке. Я прям слышу... Алексей прям, по-моему, на ходу воспринимает все, что надо больше агрессии, а Ваня так слегка осторожнее. Я как-то там подлечу с окном и скажу, что как мы комментируем его заезд, пока он едет. И ему намного проще... Ох, как здесь... Ох, как! Ваня там Рыкс аж подпрыгнул вперед-назад-вперед. Она не может ехать, видимо. Ей реально тяжело, потому что отсутствует два цилиндра и осталось всего четыре. Остальные два покинули, они просто ушли из работы. Ты так сейчас сказал. Ваня, вот мы сегодня без тебя как-нибудь. А ты без нас? Да, ты без нас. Тем не менее, такой был достаточно яркий заезд, хотя, конечно, и несколько опасный. Тем не менее, у нас... Во, о чем я и говорил. Сейчас посмотрим, что будет. Никита Швиков, Сергей Стилов. Никита уже успел заклеить себе фонарь. Ох! Сейчас дало чуть-чуть опасно. Серега пытается напрыгнуть на дверь. Но, смотри, почему Серега тоже недостаточно близко ели. Ну, ты... Что за... Ты где-то там недостаточно близко увидел? Скажи мне. Мне кажется, Серега сейчас меня тоже слушал с маминка облашит. Сразу перекладка. Сразу же напрыгнул паузу к Никите. Нам надо спросить у режиссеров Трансесса. Там пилотам не выведено наши комментарии случайно никуда. Мне кажется, надо спросить наших зрителей. Вам понравился этот заезд? Вот это лучшая награда. Сразу слышно, что понравилось. Итак. Следующий заезд. Опять же, два Сергея. И по-прежнему Сергей Сталлили. Ох! Сергей Кабаргин пытается напрыгнуть на Сергея Сака. И у него тогда статус в кафе получается. Не надо пытаться. Он уже там. Он уже у него в базе. Он уже прям едет в этой ПМВ. Он прям, ты посмотри, он прям... Такое ощущение, что мы видим сейчас реально боевой заезд. Ох так! Ох! Ты посмотри, что они творят. Иди Кабаргин. Иди Кабаргин. Сергей Сак. Вот сейчас даже не нужно было говорить, понравилось вам или нет. Это было просто слышно, мы даже ничего не успели сказать. Там уже пошли нам такие воплесные стороны. Ноу комменс. Это на рубрике, мне кажется, ноу комменс. Мне кажется, следующим пилотам будет тяжеловато сейчас, пока ветер не сдует, это все. Будет тяжеловато свой заезд. Но благо, мы в Питере. И сегодня нет дождя. Сегодня нет дождя. И ветрено, но солнце. Обещают там дальше вообще какой-то ужас, но тем не менее сегодня хорошая погода. обещают солнце, ты хотел сказать? Нет. Итак, а теперь лидер у нас выступает Алексей Козлов, Петропавловск-Камчатский и представитель Москвы. Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Да. Заспинило. Кстати, я хотел тебе рассказать, что автомобиль, на котором выступает Алексей Алёхин. Да, да, да. Алексей Алёхин, он приехал из Владивостока. То есть уже готовый боевой автомобиль. Алексей его сразу же приобрел. Он Павел Алёхин. Павел Алёхин, да. Вот так вот. Он Алёхин, Алёха, я понимаю. Алёхин, да, Алёха. Хорошо, что не Алёша. Он еще и Ник Вишневый. Вишневый, да. Ну не успеешь ты это говорить, к сожалению. Да, так смотрим. Здесь явно тоже пытаются пилоты найти взаимодействие между собой. Ник Вишневый, да. И вот здесь нужно, конечно, максимально с Серегей больше работать преследователем, чтобы быть близким. Он вполне успешно это выполняет, собственно. Ну, проблем. Да посмотри. По-моему, команда вполне... Команда, которую мы заочно называем дрифт-таксистой. Интересно было узнать, как называется эта команда сейчас. Потому что... Ну, мы ее заочно так и называем дрифт-таксистой. Из двух разных команд. Из двух разных лиц. И вообще из всего разного. Все разное. Вообще все разное. Единственное, в чем они похожи, когда-то они были таксистами. Ну, у Никиты до сих пор есть дрифт-такси, а Сергей решет снять задние ковши и оставить просто для себя боевой машинку. Слушай, вообще нет вопросов. Сейчас, мне кажется, трех-покословно. Я думаю, что вот таким... Такая работа команда... Вот синхронная перекладочка. Вот, похоже, похоже, похоже начинается что-то. Так было хорошо. Мне Алексей Козлов сказал, что якорец, только рыб еще до с Камчатки привез. Просто нереально. Попробуй это, да? Да, мне кажется, он менял на марк. Немножко рыба на марк. Камчатский краб обменяю на марк. Вот сегодня, мне кажется, был... При том, что написано на автомобиле Козлова написано Кракен. Опять смотри, поменялись местами. Вот здесь хорошо. Едем через тормоз Никита. Никита не поспевает. Не поспевает. Все-таки бизнесная база, тяжелая машина у Никиты. Это тебе не GT-шка. Вес дает и себе знает. Сирене не сильная с другой стороны. И вопрос, да, Сергею нужно задние колеса накачать немного и тогда заезд будет более яркий. Мне интересно, не как он сейчас... А, они, наверное, по рации обсуждают проезд. Так, дальше у нас Илкин Илкин и Фарид. Фарид опять прям максимально агрессивно едет. Первым Фарид чуть-чуть так отстает. Не может подстроиться под темп лидера. Есть проблемы, конечно. Да, да, да. Ну, Илкин просто максимально агрессивно, по-моему. Как в последний раз исполняет все время. Да, Фарид явно, к сожалению, не поспевает, подстраивается в конце концов. Да, я думаю, что ребятам нужно все-таки еще раз пообщаться и попробовать поехать в обратном порядке. Не сложился заезд. Заезд, конечно, не сложился, но в обратном порядке тут мы можем, конечно, увидеть близкий парный заезд, а можем увидеть слишком близкий заезд в конечном итоге. мне закажется. Ну, в целом, Фарид достаточно стабильно ехал. Понятно, что у него не хватает этого, не хватает стиля, но ехал-то он круто. Я думаю, что если он поедет лидером, преследователем будет лучше. У нас прям без прерыва заедет, прям без остановочной идут заезда. Да, ребята явно находят потихонечку общий язык. Паша, я хочу сказать, что меня удивляет с каждым разом, когда я вижу его на треке, едет все ближе и ближе. Паша, тебе респект. Да, да, да. Ладно, он тебе тоже отвечает за заедности. Итак, смотрим далее. Вот Сергей старается сейчас бок чуть более аккуратно ехать, я смотрю, но тем не менее. Здесь приятный пускай дверь к прикладу, попытается наброситься. Нужно, конечно, здесь... Сдерживаться чуть-чуть. Да, да, да. Нужно здесь прям... Ты просто чуть-чуть дверь не запилил сейчас. Чуть-чуть. Либо запилил. Либо запилил нас нашел вакс, извиня, не видно было. Как вам эта пара, друзья мои? Я думаю, что это достойно, весьма такая, прям команда-команда. Давай посмотрим сверху. Да, вот это очень интересно сейчас посмотреть. Здесь, смотри, он раньше прыгнул, сделал все верно. Притормозил, все. Никита едет максимально стабильно, ровно, широко, там чуть-чуть зацепился за стену. Кистовол такой легенький, в ненужном месте чуть-чуть, но был. Ну, ничего страшного. Это же лишь тренировка. Все равно нет заднего фонаря уже терять нечего. Я помещал, что с Калининграда отправишь в Москву Никита. А я не знаю, Никита дорест или арест? Не арестов. А вот это какой разговор. Хотя какая разница? Я думаю, что нет разницы. он на правой или левой, и я думаю, что сегодня еще пострадает еще и левый, и правый. С этим нет проблем. Ну да, с такой безумной агрессией. Кстати, на самом деле, я рад видеть такое некое даже возвращение Никиты в GP. Я безумно рад. То, что я видел, по крайней мере, то, что я видел, я, к сожалению, не смотрю и все этапы, но то, что я вижу, что Никита сейчас прямо возрождается, знаешь. То, как он едет, он стал ездить гораздо агрессивнее, но вместе с тем стабильнее. Ну, по крайней мере, то, что видел я те заезды. Я повторюсь, я, к сожалению, не могу отсматривать все. Ну да, хотя, вот он, мне кажется, идеально в кадре, белугу, либо она просто очень простая. Ты предлагаешь вместо супра ему построить белугу? Да, Крис, построи, Павел, новую белугу. Крис, там сахарис тогда уже. Да, они вдвоемные, что ли, он сейчас занимается таким вопросом. Есть вопросы, да? Ну, я же там был, я же был в гостях. Крис, пожалуйста, построи новую белугу, Никите. По GP. Так, там у нас прям уже очередь, я смотрю, скопилась, была небольшая задержка. Смотрите, как все выглядит. Посмотрите, это замечательное солнце. Этот легкий бриз. Легкий. Легкий, да. Прохладный. Легкий бриз, сдувающий людей. Да, но легкий. Ну, слушайте, кстати, ветер-то подстил так-то. Эти нереально крутые пилоты. Это локация. G-Drive 3Games. И вы, дорогие друзья, дайте шуму! Внезапная замена. Внезапная замена. В команде. Мне кажется, это было на суефа. Да, да, да. Поехали, поехали. Действительно, ты посмотри, следующая пара тоже другая у нас. То есть пилоты пробуют различные варианты, кто с кем хочет ехать. Что очень странно, на самом деле. Что странно? Нет, мы до сих пор не знаем команд. Не то, что названий команд, а вообще кто с кем поедет. Самих команд. Ну, мы это просто увидим в любом случае. Можно их называть, как мы вчера обсуждали, Лютики, Ромашки. Да, да, да. Нам режиссер рассказал, сказал, что команда Лютиков, команда Ромашек. А у нас, как понимаем, поедет... поедет Дамир и Алексей Колбов. Крайне интересно посмотреть, потому что этот заезд, я аж так... Дамир прям запилил практически дверь. Продолжает обстреливать, просто обстреливает всех вокруг. Не, ну, Дамир, конечно, это такое, какое-то чудо чудесное. Я каждый раз, когда вижу его заезды... Ты понимаешь, что высоковый турик относительно 360 сил? И Supra 850. И он едет ровно рядом. Да, без каких-то коррекций. Да, без коррекций. Как сказал бы Евгений Лосик, без воблинга. Без воплинга, я бы сказал. Воблинг, воблинг. Так, следующее у нас Фарид. А, ну, собственно, и Илкин. Поменялись, кстати, как раз местами, по твоему совету, явно. И ты посмотри-то, кстати. Все более чем. Все более чем. Уже похоже на правду. Потому что Фарид не достаточно стабильный у ее лидера. Илкин, опять же, чуть-чуть не сделал кисный трак. Да, но... По темпу, по темпу нужно, по моему мнению, по темпу нужно а Фариду, например, быть помедленнее, где-то ехать в тормозе, чтобы после перекладки Илкин не успевал от него прыгать. Ну, Илкин, кто может прыгнуть? Может. Знаешь, как? Помнишь, как в фильме «Здрасте, я ваша тетя»? А не как прыгнул. Да, я думаю, что... Здесь такое, знаешь. От него следует это реально ожидать. Как же... Здесь круто. Продолжает Стас. Да, я... Продолжает максимально наслаждаться... Вечер романтики со Статом Цигой. Вечер романтики. Егор Адрайв, дайте шуму еще раз! Всем привет! Каждый, я давно мечтал, чтобы попасть на Ковецтэ, я здесь. Со мной замечательный человек Алексей Миловидов. Я сейчас пущу слезу. Я сейчас расплачусь. Нереальные пилоты. Эвел Эмпайр, Чидрайв, Цунами Фэктори. И немереное, по-моему, вы уж меня простите, количество зрителей. Сегодня было местами просто не протолкнуться. Вообще. Это, конечно, очень круто. Смотрим еще один заезд. Ах, прям... Я тут... Я начинаю проникаться, Серега, весь пусковой. А тут было четкое понимание. Я тебя даже Серегой назвал. Видишь, там два Сереги, и я тебя Серегой назвал. Буду третий с ними. Да, да, да. А тут было четкое понимание. Ой, что такое. Ну, не даром, собственно, G-Drive Дридгеймс. Команда G-Drive показывает максимальное шоу, по-моему. Просто максимальное. Мне вообще интересно сейчас хочется просить у Аркадия Цереграцева. Вот он смотрит все равно тренировки. Если он смотрит. Да, если смотрит, сейчас он находится на вышке, ставит какие-то себе, наверное, пометки определенные. И мне было бы вообще интересно услышать его комментарии по... как раз таки командным заездам. А то мы тут все вангуем, вангуем с тобой на пару. Все придумываем. Интересно мнение профессионального человека. Согласен. И ни одного. Хотелось бы услышать еще... А. Да, к сожалению. А, судьи покинули чат, как мы только что выяснили. Судьи покинули чат. Но я могу сказать вам, что сейчас, собственно, еще один заезд. Дамира... Ну, здесь очень сложно бороться с Супра 850 сил. Просто тяжко. Ну, просто Дамир просто прилетает здесь, к сожалению. Тут нужно очень сильно качаться. с Супре. Нужно реально качать давление сзади в заднюю ось, а огромное, чтобы не было такого мощного зацепа. И проще было Алексею Хозлову все-таки подъезжать. Но вот, знаете, в целом хочу вам сказать, что... ... действительно, действительно очень интересный состав пилотов и здесь мы сейчас кейсом... Во-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Но здесь намного сейчас сложнее ехать, конечно же, Фариду ловит Эндерстир. А-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Это, кстати, вообще очень опасно. Особенно, когда ты едешь под фуру. Заезжаю, кстати, в технический сервис «Парфаринадив». Мне кажется, что какие-то у него там вопросы на самом деле с автомобилем, потому что я увидел «Андерстир» и, по-моему, там что-то с рычагами, если я не ошибаюсь. Но мы это сейчас с вами узнать, к сожалению, не сможем. Посмотрим еще один заезд. Черное шоу. Самое главное – не перегореть. Это, господин Кабулькин, говоришь, не перегореть. Это была шутка, я не знаю, какая-то. Ох, как! Вот, с каждым разом все клещи и клещи, клещи и клещи. Казалось бы, куда? Да, но сейчас вот после этого был борщ, я хочу вам сказать. Что нужно… В предыдущий раз было прям идеально. А в этот раз немного тяжело было подъехать сразу же после этого к Сергею Саку. Но та вообще идея, которая была у моего Гирикава, она просто идеальна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, смотрим далее. КОНЕЦ Вы как-то упустили немножко этот момент. Один тут решил проехать. Вообще, на самом деле, у меня есть такое предложение сейчас именно для зрителей трансляции. А почему бы мне не рассказать и вообще не пройтись и не рассказать им про то, что сегодня здесь происходит. Про Цунами Пикни. А ты меня тут подменишь. А я скажу и покажу и расскажу всем зрителям трансляции, что у нас здесь вообще сегодня происходит. Как ты считаешь? Слушай, сложный вопрос, я даже не знаю. Давай, я всё-таки тебя оставлю, а сам пойду готовиться и буду рассказывать, что здесь будет происходить и что будет, конечно, у нас дальше. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, у нас продолжаются заезды тем временем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята по-прежнему пытаются найти какой-то общий язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, следующий у нас заезд. Снова у нас будет G-Drive показывать шоу, я так подозреваю. Это у нас будет Сергей Кабарнин и Сергей Сах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас полное ощущение того, что мы смотрим боевые заезды. Сергей, по-моему, Кабаргин немножко перестарался в какой-то момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас сейчас будет еще несколько буквально сейчас заездов После чего пилоты пойдут немножечко отдохнуть Приведут машины из себя в порядок И в 19.30 у нас продолжится основной контакт Это будет командный зачет Это будет идея, скажем так, очень оригинальная Организаторов и всех тех, кто придумал, собственно, этот контест Я думаю, нам о нем, наверное, расскажут судьи Но это будет крайне интересно По крайней мере, я не сразу, скажем так, изначально вообще понял всю эту идею И некоторые пилоты тоже Но потом, когда до всех дошло, все сказали, что это прямо безумно круто То есть это будет именно полноценная командная работа Субтитры создавал DimaTorzok Так, у нас, судя по всему, сейчас, я подозреваю, был последний заезд тренировочный Здесь сейчас у нас идет повтор турнирной таблицы Первое место Никита Шиков Второе место Дамир Идиетули Третье место Сергей Сак Четвертое Сергей Кабаргин Пятый Сергей Стилов Шестой Лкин Малишев Седьмое Павел Алехин Восьмое Алексей Козлов Девятый Иван Куренбер Десятый Алексей Арсимьев И одиннадцатый Фарид Надиров Мне, например, крайне интересно В каких же составах выставятся пилоты Как они сформируют свои команды И вообще, кто с кем поедет Потому что некоторые команды, конечно, между собой уже сформировались заранее Но некоторые пилоты Ну, понятно, наверное, дрифт-таксисты у нас Уже, по-моему, скатались друг с другом Вот, но в остальном крайне интересно Зрители трансляции Мы с вами встречаемся в 19.00 А зрители здесь на площадке Для нас продолжаются Тренировочные заезды и все прочее Я люблю силу в своих руках Я чувствую мощь перед рывком Я буду быстрее самого себя Остается одно Педаль в пол И меня не остановить G-Drive Store Это мощно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И Тунами Пикник! Ха-ха! Гай, кто бы мог подумать Огромное спасибо нашим друзьям, нашим коллегам Алексею, Стас, Цыгавр Респект вообще На протяжении последних полутора часов Вещали о том, как проходит первая часть G-Drive Drift Games Это только начало, дамы и господа Никто ни в коем случае никуда не уходит Тунами Пикник продолжается Кто же мог подумать Семь лет назад Ребята из Тунами Фэктори Решили собрать тусовку И потусить Просто потусить первую субботу Июля За городом Первый выход на июля Первый выход на июля Всегда был Тунами Пикник Но И как подоехала куча тачек к нам! Чувак! Вообще просто никто этого не ожидал! И теперь каждый год Каждый год Каждое лето Мы проводим Тунами Пикник И в этом году Мы просто превзошли себя 18 тысяч человек Друзья! Нас сегодня вместе с вами 18 тысяч человек Посетило это замечательное мероприятие Седьмой по счету Тунами Пикник! Уважаемый диджей! Я хочу попросить тебя подкрутить Звук полностью Гай! У меня есть к вам Один очень важный И очень личный вопрос Только честно! Скажите пожалуйста А вам нравится то Что сегодня происходит здесь? Красавчик! Тогда у меня для вас Хорошие новости! Вадос, что нас ждет дальше? Ну что друзья! Пока наши пилоты готовятся Пока суди подсчитывают У нас уже прошли Так сказать Личные заезды Да? Далее у нас будет Очень много всего интересного Чем замечательно Это мероприятие Гидрайв Дрипт День Как говорили наши уже коллеги Стас и Алексей Это будет что-то с тем Сначала ребята Ездили по личной квалификации Далее нас будут Ребята делиться на пары Создавать свои команды И дубасить 2 на 2 Да у нас задача Показать командную работу Все это было лишь В рамках личного зачета А также я хочу Новое время Новые возможности Откройте бесплатную карту В мобильном приложении АЗС Газпромнефть И получайте бонусы Приглашайте друзей И получайте бонусы Заправляйтесь регулярно Качественным топливом И получайте бонусы На ЗС Газпромнефть Каждого ждут бонусы И теперь можно поделиться Ими с друзьями Обновленная программа Лояльности Нам по пути Расширяем возможности И конечно Оплата без контакта А некоторые Лесит Лесит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Силу в своих руках Я чувствую мощь перед рывком Я буду быстрее самого себя Остается одно Педаль в пол И меня не остановить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...